Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я в далекой московской провинции приехал по делам, решил закатать там кастик. Это будет последняя, ну такая получается четвертая часть, в ответ Владу Зотову. Пишу, чтобы вам было интересно, каст на охилительно дорогую хрень. Много раз до этого пытался мне что-то записать, постоянно какие-то баги выходили. Вот сейчас опять начал записывать, опять карточку кончил. Как следствие в моем отношении к женщинам. И соответственно сейчас хочется дать еще небольшой такой ответ, рассказать про то, что вот в конце письма, то что меня тоже задело, в смысле что замечание захотел сделать. Влад сказал про вот как вот мне развестись как все, или жить вместе не как все, или как вот все, и быть не как все, как все, не как все. Значит, все время, когда я после геморроя своего соотношения занялся бизнесом, дам вам такую метафору. Естественно, я понимал, что уж в 15 лет я стереотипы в отношениях убирал от головы. До сих пор еще вот убираю. А вот сколько в бизнесе придется стереотипов убирать. И один из таких, самых таких первых распространенных стереотипов в бизнесе, которые есть у всех, кто бизнесом не занимался никогда. Это такое, что, дескать, ну надо придумать что-то новое. То есть нельзя же, все торгуют говорящими хомяками, ну нельзя же, чтобы я торговал говорящими хомяками. Люди вот на этом придумывании чего-то нового очень зависают. И вот этот вот, когда человек говорит, что надо придумать что-то новое, это как раз очень хороший показатель, что человек ни разу не бизнесмен. То есть такие бизнес-модели не работают. И вот первый такой ушат воды, который на меня вылил, вылили мои тренера, он был как раз связан с этим, что это абсолютно схема, которая сразу у вас показывает, ну, просто лоха от бизнеса. То есть как раз наоборот, и когда люди говорят, ой, там конкуренция, как раз наоборот, там, где конкуренция, там деньги, там высокомаржинальные товары, там, как бы, там прибыль. И настоящий бизнесмен, он конкуренции никогда не боится. Он знает, как сделать УТП, уникальное торговое предложение, он знает, как отстроиться от конкурентов, он знает, как продать. Конечно, он не полезет там в какую-то супер-нишу, да, на которую там, ну, реально тяжело куда пролезть и куда нужны огромные инвестиции. Но это не значит, что если все торгуют, ну, например, у всех магазины, торгующие телефонами, ну, или там, не знаете, экшн-камерами, это значит, что не надо делать телефон с экшн-камерой. И вот к чему я вам эту метафору рассказываю. То же самое, ребята, в отношениях. То есть, вот, это вот мерило, как все, не как все, абсолютно, вот, просто стереотипный бред. То есть, это вот, вот эта схема, она, ну, вообще неправильный вот такой подход. Как все, не как все. Нужно мыслить, в первую очередь, своим удобством, своими, то есть, такие мысли вас вообще не должны трогать. Как там все, то есть, не нужно вообще ни на кого равняться. Кто что скажет. Вы должны сравнивать себя только с собой. То есть, что значит, как все. Как раз наоборот, вот, вот, например, знаете, да, такое правило, что карта не территория. Вот, например, у вас, в вашей карте, как все, это, когда люди разводятся. А вот, например, в моей карте, как все, это, наоборот, люди долго живут вместе, и как раз развестись не как все. Вот, опаньки, не застыковочка. Поэтому, это, как бы, ваша навязанная кем-то система ценностей. То, вот, в вашей системе ценностей у вас, как все, то есть, все, это те, кто, вот, соответственно, как все, это, как бы, те, кто, ну, соответственно, ярко вправил. Вот, короче говоря, как все, это, вот, ваши карты, это все, кто развелись. А у большинства людей, наоборот, как все, это те, кто живут вместе. Вот, и омираны, например, в болоте в одном. И годами мучаются, уже эти отношения там остопиздили. Вот, а они там все живут. Уже мозг друг к другу все вынесли. Мужик успевает, уже болячек до хера, психосоматика. А вот он, как все, живет. То есть, понимаете, это зависит от того, ну, какая ваша карта. Опять же, я говорю, в моей карте, как все, это вот, жить в браке. Поэтому, понимаете, это абсолютно неправильный подход. Вы должны мерить исключительно только своей системой ценностей. То есть, даже не системой ценностей, а своими интересами, своими ощущениями. Если вам не комфортно, вам не интересно, вам этот человек не подходит, все. То есть, вот это ключевые параметры, а не как там все или не как все. Вот на что надо ориентироваться, понимаете. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok